привет я дарья поздняк и сегодня мы будем разбирать положение три четверти вид снизу и так погнали опять начнем с кубиком все то же самое передняя вертикаль кубика вот она проходит по углу брови верхняя площадка верхняя ось кубика левая будет по бровям и нижняя будет по губам или по подбородку здесь по губам лучше ориентироваться подбородку вам быть немножко сложнее но конечно же они опять же идут в одном направлении и когда-то там они сойдутся в одной точке как мы в прошлый раз и проходили соответственно эти части идут в обратную сторону и в данном случае мы видим нижнюю часть кубика потому что мы смотрим снизу то есть мы видим как бы его дно вот отсюда еще разочек подытожим вот это вертикаль вот она на фотографии вот она это вертикаль проходит по вот этому уголку брови так вот так вот потом вот эта линия это линия бровей она вот с таким наклоном по первости ее можно утрировать и линия губ или линия подбородка она вот здесь вот такая так в такой же системе что и верхняя но не забывайте что она не прям совсем параллельно а там когда-то они эти две линии должны будут сойтись в одной точке и так теперь к портрету опять я нарисую яйцо посажу его на шею намечу плечи сейчас делаю легкий набросок потом мы с порисуем так ухо примерно здесь брови глаза все оси здесь также похожи на ось бровей если это нижняя две оси у глаз ось носа ось губ подбородка нарисую центральную линию лица положу ее на этот на это яйцо как бы вот так вот надену эту ниточку так и начнем теперь разбираться брови щас намечу что вам лучше было видно и в линиях не потеряться так и начнем и серединке наверно как обычно так так от носа смотрю какое расстояние сажаю губы их уголочки должны быть опять же на одной оси площадка под губами так подбородок освещенная часть и теневая часть вот так надбородная дуга закончится у меня и должно остаться место еще до волос вот так проверяю сюда по расстоянию так и сажаем ушко ушко немножко тоже переедет так и могу здесь закрыть волосы чтобы мои исправления вам не мешали теперь давайте посмотрим по тону по тону закроем то что точно будет в тени давайте опять закроем надбровные под бровями почему я вам советую сразу же вводить тон мы еще не разбирали даже штрих не разбирали ничего потому что именно тональными массами во первых вы легко начнете сразу же видеть свои ошибки без посторонней помощи во вторых вы начнете мыслить пятнами не только линии но и пятном это очень важно это вас быстрее приведет к цели вы гораздо быстрее будете обучаться неважно вы работаете как я маркером или у вас карандаш и вы широким широкой плоскостью будете заводить это в тон это все не так важно берите можете брать мягкий карандаш им работу главное чтобы вы начали работать большими плоскостями потому что прорисовать красиво глазки носик нарисовать реснички это может каждый а разобраться с плоскостями какая плоскость у нас передняя часть лица а какая боковая вот эти моменты это действительно важные моменты в рисовании портрета и оси какие оси куда должны сходиться это два важных момента для начинающих они колоссально важны все остальное потом глазки реснички там губки и все остальное это все уже лирика так боковинка носа по идее мы тоже вот эту всю боковинку можем сейчас закрыть я бы хотел вам нос прорисовать как будто бы вот вот в том ракурсе в котором он сейчас есть снизу и я боюсь что вы ничего не увидите если я его закрою тоном потому что нос такой важный момент и это можно уже сейчас начать изучать так это нижняя площадка носа нос мы будем изучать отдельно я прошлась верхнюю губу утемнила а площадку под нижней губой глаза не знаю плечочки наверно хотя может быть и сохранить сейчас плечо так глаза окей все теперь я перехожу к более темному маркеру чтобы еще разочек пройтись по всем важным важным моментам смотрите значит еще раз брови сейчас и тоненьким буду все-таки рисовать помните я рассказывала на одном из прошлых уроков вот эту вот линию по верхнюю нижнюю толщинку верхнего века ее можно рисовать длинный довольно толстый верхнее века мы не проводим до конца мы его не замыкаем вы как бы можете поставить линию но не видите ее сплошняком иначе глаза будут вырезаны будет сложно доказать их объем ресницы ну это по желанию могу в принципе добавить немножко но это не обязательно главное вот эта верхняя толщинка века она в тени и ее важно показать так зрачок зрачок видите я рисую симметрично на одном глазу линию правила на другом правила на этом правила сюда вернулась это важно в портрете это всегда важно так толщинку нижнего века видно не будет потому что мы смотрим снизу вот нижняя века мы нижнюю границу нижнего века мы также не проводим цельно как и верхнюю потому что иначе глаза рыбки будут вырезаны и вы нарисуете человеку синяки под глазами это никому не нужно а вот тут вот у внешнего края глаза можно ее наметить короткой линии этого будет достаточно вот здесь где профиль можно показать окончание глаза с той стороны задней так что я носик прорисую здесь уже более можно такой более красивой линией вести вот это вот симметрично надо дать здесь подчеркивание скулы симметрично похожую линию помните это к серии что я говорила что нужно всегда симметриями то есть если вы тут что-то наметили надо это же сделать и тут и наоборот вот здесь не буду границу резкую наводить а то сейчас у девушки будет опять у нас девушка превратится в мужика ну я напомню что мы сейчас рисуем не для красоты не для схожести а для того чтобы разобраться какие из каких форм как преломляется лицо что у него передняя сторона что боковая какие оси куда уходит так сейчас вот тут можно как раз шею разобрать шея в основании это эллипс вот такой вот смотрите шеи тоже вот эта часть боковая она тоже будет в тени я на одном из прошлых уроков пыталась вам нарисовать как там маркер лег не очень удачно не очень хорошо получилось вот это световая часть это как бы толщинка этой мышцы сейчас я немножечко это утриру здесь такая же абсолютно подходит с этой стороны так здесь еще раз я пройдусь вот так волосы так как мы смотрим снизу это нормально что у нас вот здесь вот так мало так мало мы видим потому что мы смотрим снизу чуть-чуть уберу волосы уберу в тон это положение мы разобрали с вами была дарья поздняк и до новых встреч до новых встреч